Парам-пам-пам-пам! Привет, мои дорогие зрители! Вам наверняка интересно, чем я еще занимаюсь в Питере. У меня будет сегодня еще одно очень полезное видео. Есть у меня маленькая информация, которую тоже хочется с вами поделиться. Вы на фоне меня видите всякие детские картинки, наверное, думаете, что я в детском саду. А нет! Я пришла на занятия, на котором мне обещали, что я могу вырасти на какое-то количество сантиметров, стать более длинноногой, стройной. А каким образом это может со мной и с вами произойти, сейчас нам расскажет Денис. Денис, проходите к доске. Смотрите, какой Денис высокий, а какая доска низкая. Как он высоко вырос! Всем привет! Денис, инструктор гимнастики Айкуны. Занимаюсь методикой 5 лет, провел на сегодняшний день 5 тысяч примерно занятий. Что является димнастика Айкуны? Это целая методика, большой комплекс упражнений, применяется для решения проблем охраны бюджетной аппаратой. То есть это сколиозы, остеохондрозы, грыжи, межпозвонковые, положение неправильного органа, улучшение кровообращения, мышечные спазмы и много-много-много еще. И сегодня я приду с вами занятия, покажу, как наработать по примере своих занимающихся. Ирина, растянь себе позвонки. Не растянь позвонки, а он будет заниматься укреплением мышц между позвонками, приданием телу правильной осанки, правильное положение. И будет держать это положение в течение часа. Методика Айкуны предусматривает статические и изометрические положения тела. То есть непосредственно в данном случае будем держать прогиб. То есть вытяжение позвонков. То есть позвонки растягиваются, межпозвонковые расстояния увеличиваются. Диск, диск, пускай этот диск, диск разжимается. Тем самым методика позволяет убрать грыжи, сколиозы, остеохондрозы и всякую другую. За рост отвечает положение позвонкового, соответственно осанка и состояние между позвонками. За расстояние между позвонками отвечает мышечный каркас, то есть мышечный аппарат. Тем самым вырабатывается правильный стереотип положения в телах, в пространстве. И пациент, клиент, он потом может спину держать без мысленных, голевых, моральных, психологических. И методика полезна для всех, потому что мы привыкли, мы не привыкли сидеть ровно, мы привыкли сидеть скрюченными. И нам все время не хватает сил держать спину ровно, мы хотим опереться на что-нибудь, лечь куда-нибудь, чтобы была спинка на стуле. А на самом деле мы должны уметь сидеть сами, держать спину прямо сами, без какой-либо поддержки и опора. Образ жизни все неправильные. С детства сидят неправильно, а скорее сумки на плече неправильно. Ребор действует до сустава, а не грудь, а там до сустава. Когда ты раскрываешь другую плетку, то есть делаешь прогиб, вытягиваешь грудной отдел, ребра тоже подтягиваются перед и выравниваются к грудине. Это можно исправить. Упражнение Айкуны невозможно рассказать словами. Это внутреннее состояние и ощущение своего физического тела. Это нужно один раз попробовать, что это такое, а потом принять решение, надо это или не надо мне. Все. На первом упражнении стараемся искать и выходить в зоны работы мышц и в обработку зоны. То есть первое упражнение – играть себя точно. Все, расслабили плечи и ноги, теперь начинаем укрепляться и вытягиваться вверх. То есть от поясничного отдела вытягиваемся вверх, стараясь телу придать анатомическую позицию, колесу осадки. Макушка снижается к потолку, во время вытяжения вверх, вытягиваемся в зоны щеки вверх, потолку. Включаются в работу мышцы, сначала длинные, потом уже мини-длинные. Ну и в конце вес тела на связочном аппарате, то есть на коротких мышцах. До ощущения втяжения. И делаем фиксацию поясничного противопроверения, как шея расслаблена. Руки расслаблены, ноги расслаблены. Здесь шея напрягается, потом пояснику можно чуть-чуть переходить. Возвращаемся к низу, поясничный отдел. Второй волной подтягиваем поясницу. И начинаем пройти пояснику выше. Поджимаем. И сжимаем в другом отделе. Стыримся грудиной, то есть грудной плед грудной целью. И вверсти. Опаки тянем вниз. Когда почувствовали вытяжение грунтового отдела, начинаем помогать грудным позвонкам балансами. Для этого лопатной служим. Опускаем вниз. И получается прогнили поясничного отдела есть. То есть растянутая мышечная область, органы подтянутые подтянутые. В этом упражнении тянутые ложечки поясницы, если поясница держится, втягиваем в себя живот. Корпус тянемперед. И прогибаем еще грудную отделку, подкинулись. Клечи выше. И держим. Если держать в положение где-то 2 минуты, твой полет все изменит. То есть в данном случае включаются в работу малые глубокие мышцы. Полусвязки по мышцам. Мышцы начинают укрепляться. Айкуне я начала заниматься 2 года назад. Я прошла 10 занятий и почувствовала результат, почувствовала пользу и улучшение в своем физическом теле. Целый год после занятия Айкуне я чувствовала себя прекрасно. Все органы на месте, позвоночник держался, осанка. И я получала много комплиментов. Потом прошел год и я вспомнила о том, что нужно поправить свою осанку, свой позвоночник. Ну и соответственно внутренние органы тоже поставить на место. И в этом году я прохожу третий раз этот сеанс. Результаты потрясающие. Приходите, улучшайте себя, свое здоровье и будете успешными жизнью. Спасибо. Ну это должно быть желание еще почувствовать, кажется. Потому что это работа. Да. Ну не знаю, я раньше вообще никогда не задумывалась о том, как сидеть, как что, да. У меня не было вообще на это внимания. А сейчас я сожжусь, допустим, да. У меня отрывок, что включается такой мозг. Я раз упрямляюсь, я прогибаю, позвоночник, да. Потому что мне хочется его прогнуть. Прям хочется. Раньше никогда такого не было. Значит, все-таки это работает? Все, и на год я забыла. Потому что жизнь, она заворачивает нас всех и так далее. Прошел год, и я вспомнила. Потому что у меня работа на компьютере и так далее. Тяжести, внучка была маленькая, тяжести я поднимала. И я начала опять ощущать позвоночник. Я опять нашла, Дениса, для своего собственного здоровья. Напоминание. Вторник, суббота, 19 часов. Напоминание. Вы слышали, когда нужно приходить на занятия? Ты все записываешь? Да. Если человек не может сам себе найти решение проблемы, то есть... Организовать. Организовать сам себя. Получает, он проблем был со спиной, либо с какими-то органами. Потому что сжимается, пережимается. Вот, слышали? Не может соорганизовать самого себя, свое расписание. Прийти для того, чтобы свой позвоночник выпрямить, распрямить его, для того, чтобы жизнь была прекрасна. И у нас Денис, наш тренер, он делает это очень легко и ненавязчиво. Сели на край стула, ноги под углом 90 градусов, руки развернуты ладонями кверху, плечи опущены, расслаблены, ноги расслаблены, тянемся макушкой кверху. В жизни мы часто днемся в обычный вперед, сжимая себя. В этой методике мы днемся назад, то есть прогибаем позвоночник в другую сторону. Со временем люди теряют это положение, то есть теряют положение прогиба вперед. Из-за этого аппарат позвоночника, то есть костно-мышечный аппарат, начинает работать неправильно. Теряют осанку, и если на позвоночнике мышцы трофировались, диск пережат, то в Альпуне достигается эффект путем укрепения этих мышц. То есть нужно диск раздвинуть и унижать положение. В данном случае прогиб поясничного грудного отдела, опадки сведенные, опадки крыши на низ, позволяют нам разжать позвонки поясничного отдела до верха грудного. Самое смешное, что ты встану посмотришь, просто сидят внутри по кругу. Бывают потери. Вообще не понимала, где мышцы, в области поясницы, а сейчас вообще всю область ощущаю. Внутри. Чувствовать себя целиком внутри. Вниматься для того, чтобы изменить образ жизни, изменить себя. То есть в свой дневной рацион внести эти упражнения. И делать один раз в день, хотя бы минут 15, вечером. Сесть ровно, включить компьютер, вытянуться и зафиксировать положение. То есть нужно эти упражнения вводить в свой обиход, посетить все зубы, сел, позанимался, пошел спать. И относиться нужно к ним не как к упражнениям, а как к какому-то элементу, который ты замечаешь. Да. То есть как к чистке зубов. Да. И вдруг я сижу, смотрю, и я понимаю, что я вот вся скукожилась и смотрю, и такая напряженная. И у меня мысль, а что ты просто так смотришь? Распрямилась. И вот и началось вытягивание позвоночника. И вот так, одну серию я смотрела, а серия длится 20 минут. То есть я себе дала такую установку. Одну серию я буду смотреть, растянув позвоночник. На это не надо выделять особое время. Я недавно была в театре, и тоже все там пришли. Там были такие потрясающие удобные сидения, все вот так вот развалились, ногу на ногу. Кто-то вообще чуть ли не спать завалился. А я, а я села вот на краешек вот так вот. И мне девушка соседнего креста сказала, девушка, наверное, за вами там женщине не видно. Сядьте пониже. А я-то сижу, я-то сижу правильно. Сядьте вы правильно. Да. А не я пониже развалить. Если все будет видно. Да, я сидела 45 минут. Вот так вот. Реклама вперед. Стоимость. По-моему, кто занимается давно. Подтягиваем желудок в себя. Все. Подтягиваем желудок, выравнивается внутренний орган. То есть подтягиваются органы под внутренний клеток. То есть мы сейчас растянули, получается, в грубо говоря, внешнюю полость. Хотя мы когда пресс подтягиваем себя, органы вниз не могут уйти на таз. А верхом места полно. Там квартиру приедутся лишнюю комнату. Условно там литр воздуха. Полно всего там легкий пришел. И для того, чтобы растянуть. Когда потягиваем желудок, можно будет органы датом. Теперь для того, чтобы подрастянуть неосязаемые участки, которые вы плохо чувствуете, дыхание помогите себе. То есть вдох сделать, направьте свои усилия в зону, которую вы чувствуете. То есть это либо проблемная зона, либо зона, где оттягиваются мышцы. То есть вдох выдох делаем, подтягиваем головы разниваем, подтягиваем, увеличиваем прогнись. Звоночная, на палке своего прогнись. Делаем увеличение, фиксируем. Фиксируем положение, считаем на себя, удерживая прогни. До 30 и выходим. Если вам кажется, что мы сидим и замерли, то ничего подобного. Это очень большая работа. Люди отсюда выходят мокрыми. Сейчас выделяться осанкой стало очень как-то невыгодно, что ли. Потому что если ты выделяешься из общего солнца, то тебя смотрят все это по странному. Когда я сам начинал заниматься, я с метро, пользовался случайно, сиделся, на краешек сидел, и все люди мне обнимание обращали. Тоже этот момент важен. Я была на дне рождения. И тоже просто, ну, я обычно как бы не сижу никогда так скрючусь. Просто сидела тоже прямо, держу себя, шкралева. Яблоко воображаю. И одна девушка где-то там в середине вечеринки подходит ко мне и говорит, ты меня бесишь так ровно сидеть. Вот о чем это говорит. С отцом болен? Болен. Когда больной человек, да, он идет к медикам. В любом случае он идет, да, если грыжа, он идет к хирургу, да. Он обращается к нему, соответственно, и там ему оказывается какая-то помощь. Уколы делаются, да, платные, соответственно. Потом какие-то процедуры назначаются платные, соответственно, да. А здесь, здесь ты выправляешь себе из позвоночника, да, методом нетрадиционным. Соответственно, они теряют. Это поза куча называется, сидим, да, или едем туда в далеких краях. Прогибаем плесничный круглый отдел, лопатки слойтем, лопатки пускай внизу, лопатки на лопатки на лопатки, делаем сами в течение глубины, не спеши. Не спеши. Что это же, Бариш? Делай все право. Плавно-плавно. Сначала плесница будет тянула, потом грудной отдел протягиваешь. Не быстро. Все, медленно делаем. Теперь, пропустя, выполняем вперед чуть-чуть, буквально на пару носов. Голову спускаем немножко вниз. Сгибаем руки и локтям, кладем пальцы на плечи. Пальцы не перебираем вниз, ползем на спине. И заводим лопатки за головой. Третий, внимая, выполняем до головы. Держи. Держим натяжение, считаем, на 15. Держим выходом. Приходит заниматься. Занимается 40 дней. Пару занятий со слезами. Занимавшись, получив уже какой-то эффект. Потом гружа уменьшилась, боль уменьшилась. Спустя полгода возвращает свою гружу обратно. Потому что идея-то какая? В этой методике главное не занятие. А в ней главное изменить себя. То есть с помощью этой методики. Свой образ жизни. Спорректировать. Многие этого не понимают. Приходят именно на занятия. А здесь надо прийти именно на занятия. Как к массажисту. Пришли, сделай меня. Здесь надо прийти к себе на занятия. К себе, да. То есть это разговор есть. Мы занимаемся сами с собой. Сами с собой. Такие надо будет. А Дениска нас направляет. И звучит, как это надо. Шнурки завязал, протянулся. Поехали домой. Как это? Шнурки завязал, плечи расправил. И голову вперед руки. Выросл он на 5 сантиметров. Трусь головой о потолок. Протянул. Едем мы домой. Продолжаю я в машине. Также сидеть прямо. Держать осанку. Упражнение продолжается. Точнее не упражнение, а это уже образ жизни. В этом видео я хотела помочь вам понять то, что ваша осанка это ваше здоровье. Позвоночник это то, что держит, то, что поддерживает вас всю жизнь. Поэтому пользуйтесь своими мышцами. Пусть здоровье зависит только от вас. Все. Денис сказал в принципе все. Можете начать прямо сейчас. Просто смотрите это видео. Сядьте на край стула. Забудьте про вашу спинку. Выпрямитесь. Тянитесь макушкой вперед. И вверх. На этом я с вами прощаюсь. Может быть кому-то это видео будет полезным. Было кому-то интересным. Всем здоровья, улыбок, добра и тепла. Пока-пока. Зачем человеку не имеющего проблем, то есть не имеющего ни грыжи, ни сколиоза, ни искривения, никаких проблем, ни боли. Надо заниматься этим. Да, вот зачем. Работая пять лет, одна правда. Пока не прижмет, человек не будет заниматься этим. Лучший способ, я просто свято это верю и хочу, чтобы дыло у всех, лучший способ лечения это профилактика. То есть если человек будет заниматься профилактикой, то он не допустит до того, что потом люди называют это был ад. То есть эта методика в основном заменяет операцию. Нужно заниматься профилактикой. Нужно не последствия лечить, а не допускать причины. Но также все забывают, что причина находится не в позвоночнике в основном. В позвоночнике тоже являются таким последствием. А причина находится в неправильном образе жизни, с уменьшением нагрузок, связанной с неправильной жизнью всех, наверное. Желанием закинуть ножку на ножку. Да. Просто если два варианта. Допустим, есть в машине, можешь сидеть вот так, вытягиваться вверх, держать спину ровно. И можешь сидеть откинувшись. Вопрос, зачем сидеть вот так? Так вот, и в этом-то и есть ответ. Чтобы потом не было беды. И в нашей жизни не бывает хэппи-эндов, к сожалению. Если ты полномерно, ежедневно себя на работе, либо за компьютером, да где угодно искривляешь, то в конце концов ты себя искривляешь. Вот и все. Потом происходят изменения, которые ты не замечаешь. С этими изменениями ты идешь к врачу. Говоришь, доктор, спаси меня, дай мне таблетку волшебную, чтобы она меня спасла. А у доктора такой таблетки нет. Ну и вот, потом человек приходит к тому, что нужно было на каком-то этапе решать проблему в себе. Вот как я, например, недавно хотела пойти к мальчику, потому что есть что иногда вправить. А с помощью вот этой гимнастики и, ну, конечно, еще с помощью твоих рук, потому что сама еще, да, не достигла там совершенства. Вот, да, я смогла решить свою проблему, и не надо никому обращаться и платить. У каждого свой путь есть, и какой путь, я же просто показываю путь. То есть есть такой путь, есть путь мануалки, есть путь остеопатия. Но в плане мануалки в основном все люди возвращаются обратно к мануальщику, чтобы что-то как-то править, исправить. А здесь то же самое, а то потяжелее много раз то, что делаешь сам. Зато если ты умеешь это сделать и это сделала, то потом в будущем, в любой ситуации жизненной, а мы стареем, ты будешь на это исправить, сможешь самодиагностироваться. Я хотела пошутить, а давайте на кошке проверим, можно ли есть блин. Давайте сначала у нас кошка съездка. По поводу кошки, собаки. У нас же есть в детстве, когда у всех позвонки все работали, от седьмого шейного, от верхней шейных, от лапа до крестцового отдела. Все это работало всегда у всех. Дети практически все равно. Сейчас, конечно, после седьмого, восьмого, вернее, не седьмого, седьмого лет уже происходят некоторые изменения. Потому что садятся за партой. Потому что у всех планшеты, компьютеры, телефоны. Мама, папа, купите мне планшет, телефон. У вас есть, у Голи есть, а у меня нужен новый айфон. В детстве у всех есть какие-то анатомические движения. Так, не анатомические, а именно такие движения, как на смоте. Интуитивные движения. Проснуться, потянуться. И на каком-то этапе обычно это происходит, нет, в десять примерно. Это все теряется. В то же время все животные имеют систему восстановления. То есть, так, кошечка, собачка тянутся, там, рыба. Ну, все, тут у всех-то есть. Попугайчик у меня тянет лапы, крылышки тянет, когда встает. Вот. И смысл, айкун, эту систему обратно запустить. Чтобы у тебя интуитивно, без ведома тебя самого, работал аппарат мышц. То есть, вырабатывалось в памяти мышц на правильное положение. Если добьешься упражнениями этого эффекта, то ты спасен. Ты больше не будешь криво сидеть. Ты не будешь, ты будешь нагрузку испытывать правильно. Поднимешь там тяжелый ящик, у тебя поясница в прогибе, диски не зажаты. Все работает, все хорошо, все здорово. И, соответственно, плюс 10-20 лет жизни. Не мало, да? Всего лишь занимаясь 15 минут. И еще, может быть, пара-тройка сантиметров вверх. Ну, мы собираем, чтобы было 8. Это будет замериться. Да, ну, замериться там ручкой, книжку, косяк, длиния. Потом проверишь, может, подписчиками своими. Как раз так. Ну, все, мы приехали. Все, пока. Продолжение следует...